Привет, господа пчеловоды! Сегодня у нас 1 ноября и сейчас я вот пришел с пасеки, вам показывал сюжет о том, как я подсоединил фактически третью семейку в один общий котел. Но вот я же заранее это делал, вот где-то неделю-две недели назад, я подготовил почву для того, чтобы использовать вот этих пчел, которых я собираю от фаворитов, так как фавориты они очень большие. И я их дроблю, я у них забираю лишних пчел, чтобы они уменьшились, чтобы им не было так жарко и чтобы они как можно быстрее собирались в клуб. И собираю это все вот в отдельный ящик. Бывает один ящик, бывает два ящика. Все зависит от того, какие времена и какие погоды. Сейчас у нас уже довольно таки темно, четвертый час, это у нас начинается полярная ночь. Я приехал на дачу, у меня здесь не жарко и поэтому вот сейчас хочу вам объяснить всю эту кухню. Итак, что же делаю я, чтобы лечить пчел и при этом иметь свое удовольствие, свои потребности. Так как я собираю лишних пчел, складываю их в отдельный ящик, у них начинается свое выведение маток, маточное молочко. Раньше я собирал, но сейчас это у меня наука уже очень поздно идет и поэтому сегодня я тревожить не стал. Буквально неделю назад я мог это делать, проверить маточники, срубить их, скушать. Этим я не занимался, потому что времени не было. И поэтому в любом случае, те семьи, которые проседают, у них есть запасные аэродромы, куда я их подсоединяю. А эта пчела здоровая, как вы понимаете, я доберусь от фаворитов, я вам сегодня показал фаворитов, какая пчела, как она себя чувствует. Именно эта пчела сейчас сидит отдельно от молодой матки рядом. Рядом с ней я подставляю свою больную семью, которая может болеет, может нет, может быть их разбомбили так сильно, что сократила. Но я подозреваю, что это болезнь, и поэтому я не задумываюсь, что там получается. Пчел становится мало, рама, как вы видели, там на двух-трех рамках, практически осталось на двух-трех рамках пчелы. Поэтому был полный улей, хороший, а сейчас мало. Это первый вопрос. Второй вопрос, почему разбомбили. По этой теме я вам тоже объяснял и рассказывал свои нюансы. Но, вот с этим вам, значит, немножко уже понятно. Теперь, вопросы, которые задаете вы, пчеловоды, которые и уже имеете стаж, и это будет хорошо знать тем пчеловодам, которые молодые бойцы, начинающие пчеловоды. Вопрос мне задал Валерий Семлюков, по-моему. Валерий Семлюков. У него, значит, вопрос звучит так, что я вывожу весной маток. Я их... У него вопрос в этом состоит. Ты выводишь весной маток для того, чтобы осенью этих маток подсоединить к тем слабым семьям. И чтобы подсоединить к слабым семьям, тем самым, значит, те семьи, которые просели, или погибает матка, или еще что-то. Вот всю мою науку человек вот так вот понимает. Я думаю, что... Валерий, ты не смотришь мои старые ролики. Ты не слышал ролик, например, крик души о коллапсе. Ты не слышал ролик, например... Ты не видел ролик, например, ход конем 1, ход конем 2, ход конем 3. Это того года. А также ты... Это я тебе рекомендую, чтобы вот... Я-то сейчас это объясню, но чтобы тебе уж совершенно было понятно, что трутень, реальность или мифы, это почему я развожу трутней. И вот вся моя наука... Вы понимаете, что в какой разрез она идет с вашей наукой? Ведь когда любой ролик я показываю, если я говорю о полосках, то все комментарии это те люди, которые используют полоски, и вы мне говорите, что я не прав, что у вас геморроя нет. Если я говорю о химии, то мне пишут люди, пчеловоды, которые занимаются какими-то... Ну, не химии... Бипин это тоже химия. Они пишут, значит, что вот при употреблении вот этих лекарств геморроя нет. И каждый ролик... У меня это... Каждый ролик я не выделяю, а не отделяю, что полоски. Я вам говорю, что вот это все, вот это все, это каждый выбирает себе. Не надо на свой счет брать, что ты молодец и с полосками выезжаешь, или ты молодец, ты с бипином выезжаешь. Я вас вообще не призываю к тому, чтобы отказываться от всех этих лекарств. Я вас призываю лишь только к тому, что один раз в год и осенью, чтобы вы дошли до этой науки, чтобы... Раз уж вы используете полоски, значит, вот в осень, сейчас, в зиму, вы должны поставить полоски. И больше не надо ничем брызгать. Чтобы пчела... Чтобы вы иммунитет пчелы, вы не стирали его в течение лета, в течение осени. И чтобы у вас не было пагубных вот этих примеров, как у Алексеев, которые смотрят, как у них растаяли пчелы. Вот я вас к этому призываю. А вы слышите... Вы совершенно не слышите мои мысли, вы совершенно не понимаете, что я вам рассказываю. И поэтому у вас... У вас реально кипят мозги, и вы не можете разложить все это по полкам. Вот теперь слушайте внимательно всю мою науку, чтобы вам было понятно. Если вы хотите, чтобы у вас были пчелы с хорошим иммунитетом, значит, вам в первую очередь весной вот у вас 10 семей. Я отталкиваюсь от этого. Из 10 семей надо продать 5. Продать, выкинуть, делайте, что хотите. 5 ульев надо освободить. Или найти 5 ульев. Или освободить 5 ульев. Теперь, тот фаворит, который у вас есть. У вас есть семья, которая фаворит. Эту семью, я уже вам показывал в ролике стартеры. Стартеры для начинать маточек закладывать в апреле месяце. И в этом ролике я вам показывал тех фаворитов. В первую очередь это ушли у меня перевертыши. И ушли у меня матка, которая роевая. Вот этот улья берешь и там, хочешь метр, хочешь два, хочешь три, хочешь пять. Куда тебе удобно, ты убираешь. Я это показывал, как это делать. Не надо таскать километр. Не надо никаких проблем. Я показал, в какое время это надо делать. Я рассказал, как это делать. И все подробно по этому поводу. Это надо делать. Это все касается иммунитета. Это касается иммунитета. И вы стартанули. Объясняю как. Вы получили первых апрельских маток. Они облетятся в апреле. Начинают сеять примерно 29-30 апреля, 1 мая. И все пошло. В этом году, так как зима была очень теплая. Эти все строки сдвинулись ровно на месяц. Вот получилась зима теплая, а весна ужасно холодная. Вот такой резонанс был с пчелами. И поэтому все апрелевские матки, они с трудом обгуливались. И изо всех маток там, наверное, 3-5 было. Все основные матки сидели до мая месяца. И в мае тоже были проблемы, но так как по-любому уже трудней много, а в первую очередь вы сегодня должны позаботиться о том, чтобы ваши семьи, которые ушли в зиму, обязательно были рамки для трудней. Вы этого ничего не сделали, хотя я вам это рассказывал. Я вас предупреждал. Вы на год опять опаздываете. Я это вам рассказывал в том году в роликах. Я это рассказывал сейчас летом. Я это рассказывал вам осенью. Вы этого ничего не сделали. Но вы мне задаете вопросы, зачем у тебя весной матки, для того, чтобы осенью вообще этой темы у меня нету. Итак, сегодня у меня во всех моих фаворитах в большом количестве стоят рамки для трудней. И по весне мои фавориты. Это опять-таки, вот в том году, в теплую зиму, фавориты не смогли дать мне трудней. Не было трудней, не с кем было облетываться. Именно из-за этого матки сидели в пролете. Дни были теплые, а спаривания не было. Я и трудней-то не видел. Поэтому, так как в апреле, я вам и говорю, что эта технология не для слабых и не для простого пчеловодства. Вы к этому должны стремиться, чтобы у вас получились трудней. Это вам кажется, что у вас легко и просто. Не будет у вас... Все, кто занимается труднями, я недавно слушал одного ученого про трудней. Там такая наука. Там он столько рассказывал, что надо обманывать природу. Что надо в эти сотые весной, вот ранее, чтобы получить раннего трудня. Надо вставлять, врезать полоску с трудневым, очко трудневым. И там, короче, там столько у него было. И у меня был вопрос, в каком регионе? Где эта вся такая тяжесть? Почему надо знать такую глубокую науку? Все сводится к тому, что проблема весеннего и осеннего трудня у него нету. А наука-то на десяти листах. Я ему даже комментарий не стал писать. Я даже не знал, о чем надо. Что спросить-то надо? Я его послушал, послушал и понял, что у меня ништяк. У меня все проще. Итак, так как вы уже получили апрелевского трудня, он начинает облетывать ваших маток. А это не слабые трудни. Это те трудни, которые уже имеют иммунитет. Которые в холод могут летать и спариваться. Это уже само по природе. Ну не может быть, чтобы этого вы не могли понять. Что мне теперь надо вместе с труднем летать и вам объяснять, что видите, холодно. А я делаю свои дела. Это во-первых. Во-вторых, осенний трудень. Об этом сейчас другая тема пойдет. Но вот он весенний трудень. Он обгулял твоих маток. У тебя получились 1 мая. У вас ни у кого нет маток. Ни у кого. Это только Донбасс. Может быть. Если он этим занимается. Проблема в том, что у вас пасека. Ваши пасеки. Вы дрожите над этими измученными матками. Измученными пчелами. И ждете от них результат. Надо минимум 50, лучше 60, 70 процентов от этих маток избавляться. Матоки, которые не показали хороших вам результатов. Делайте, что хотите с этими семьями, с этими матками. Ведь матку-то убрали. Пчела-то осталась. А раз пчела осталась, она начинает выводить матку уже с иммунитетом на то, чтобы выжить. Это Кашковский. Это не я придумал. Я лишь всего лишь... Он мне подтвердил мою науку. И я к этому-то и теперь иду. Что те пчелки, которые остались, у них уже есть повышенный иммунитет, чтобы выживать. Об этом и вам тоже. Вот недавно в ролике Владимир Жуков говорил, как он избавился от гнильца, который появился в его трех... Там три или пять семей он объединил. Сделал одну матку. И он это тоже подчеркнул. Что по Кашковскому матки, которые рожденные в катаклизме, у пчелы дают им особый иммунитет. Заложено, в молочко уже заложен иммунитет, чтобы выживать вот в этом дерьме, болезни и все остальное. Это не отшлифованные матки, которые июнь и июль. И теперь вы получаете эту матку. И вы-то от этих маток избавились. У вас остались пчелы, как бы здоровые. И новая матка, которая не изнасилована вашими лекарствами и вашими полосками. И теперь, ну ждите, все, пусть живет спокойно лето с моей вентиляцией. В лето работает вентиляция против воротоза. Ну хотите, добавляйте пижму. Хотите, добавляйте какие угодно туда елки, пижму. Все что угодно добавляйте, чтобы вы самого себя утешить, что воротоз не будет. Он рождается, он делает все, что он хочет, но его нету вот этого огромного количества, который бы задавил вашу пчелу. Вентиляция не даст. Поверьте на слово. Если вы сделаете именно то, что я показываю. Именно один в один вентиляцию. Все свои матрасики повыкидывайте. Это я вам объяснял. Это наука 19 века. Уберите матрасики. Все, что впитывает в себя воду. И поставьте этот пенопласт. Это та хорошая изоляция, которая способствует, чтобы у вас воздух был сухой. И благодаря моей вентиляции, все, вот поверьте, у вас будет море пчел. На них будет воротоз, но его не будет моря. И теперь, когда вы догребете до августа месяц, пчелы будет полно. И воротоза тоже. Скажите спасибо. Ну, не делайте ничего, не трогайте ничего. Теперь, у вас два или три этажа пчелы. В этом году я вам эту кухню еще не показывал, как можно, не перенося никуда, сделать, раздробить на две-три части и получите дополнительных трех-четырех маток. Просто тупо берете эту семью. Вот у вас 10 семей. 7 вы уже, или 6 вы уже отдали. У вас их нету. У вас в течение лета 6 молодых маток, которые не засраны вашими лекарствами. Это уже идет поколение. Все, вы включили счетчик. Не июньские, не июльские. Этих маток продавайте, продавайте. От них избавляйтесь. Они вам не нужны. Вам нужны матки, которые вы сделали в апреле. Теперь, эти матки вам показали. Они начинают показывать свой иммунитет. Из 6 маточек вы увидите, что 2 шикарно прут идут вперед. А 4 сидят на тормозах. Успокойтесь. Вот хотите вот эти 4, выкиньте. И на место этих 4 своих фаворитов, у вас осталось 3 или 4 фаворита. У вас, во-первых, уже полный улей меда. Это во-первых. Вы начинаете собирать... Это я о вас говорю, Украина. Я не говорю о сибиряках, которые еще раньше начнут это все делать. Но, по-любому, это начало августа. И те, и те, все пчеловоды, что Украина, что Сибирь, все начинают заниматься последним медом, это август. То бишь, вот в этом году одна пчеловодка 15 августа стала плакаться, что нету взятка, что надо кормить зиму. Вот оно пришло то время, когда вы должны взять и эту семью половинить. Вы опять делаете старт на новых маток. По-новой. Но у вас в Трутне, ту кухню, которая вам всю рассказывал, я ведь вам рассказывал кухню, как соблюдать, чтобы Трутень у вас был до октября, до декабря. Если вы меня услышали, если вы эти ролики увидите, эти ролики есть, все, что касается Трутней, значит, посмотрите, если вы сейчас меня не понимаете, смотрите тот ролик, и вот к моему разговору у вас должны быть, у вас обязаны на пасеке быть Трутней. И именно поэтому в августе месяце вы половините семьи. Теперь, матка, которая, фаворитка старенькая, вы ее ничего с ней не делаете, у нее свое идет развитие, а вы ждете новую матку, которая у вас облетится в конце августа, в начале сентября. Она облетится, это примерно в десятых числах сентября. У вас, дорогие мои, на Украине, вам можно всю зиму выращивать старых маток. Вы этого не знаете, вы этого боитесь, у вас вообще эта наука закрыта. Вы все полированных маточек себе оставляете, то, что июнь-юль, а это наука Кашковского, июнь-юль. Вот я вам всегда рассказывал о наших параллельных науках с Кашковским. Я всегда вам говорю, что я придерживаюсь науки Кашковского. Но вот он момент. Это то, что уже мой опыт пошел вперед. Наука Советского Союза до этого не догребла. И поэтому в августе месяце у вас закладывается новая матка, которая выходит 10 сентября. 10, 15, 20 сентября. Но вы не бойтесь. Уважаемые, все, кто живет в теплых странах, то бишь, Украина, Краснодар, Узбекистан, Таджикистан, Вы этим можете заниматься до ноября месяца. И вот они, эти родные матки, которые вам начнут показывать то, что в природе нет. А эту науку я слышал у американских ученых. Британия, Америка. Они заточены на то, чтобы получать маток в катаклизм. Именно от них. Это по Кашковскому. По Кашковскому он-то об этом говорит. Но наука Советского Союза над этим не работала. А те, умники, они это слышали, так как Кашковский это громко ведь говорил, они стали этим заниматься. И поэтому сегодня вся наука, и Швеция в том числе, имеет маток, которые противостоят воротозу. Я не знаю, смахивает ли пчела этого воротоза, как африканка. Ведь американцы, они стали скрещивать маток с африканкой, чтобы та избавлялась от воротоза. Вот эту кухню никто нигде, она засекречена, эта кухня. Они говорят, что у нас есть. А как ученые к этому пришли, никто вам не скажет. А я вам сегодня показываю моих маток. Я не говорю, что это, что это, я вообще не знаю, о чем мне говорить. Хвастаться, не хвастаться. Хотите, верьте, хотите, не верьте. Вот я вам сегодня показал пчелу. Если у вас такая же пчела, значит, вам ни о чем думать не надо. Значит, продолжайте полоски и все остальное. А если вы уверены в том, что ваш мед не кристально чистый, а как он экологически чистый, значит, тоже вам не надо меня слушать. Продолжайте свою кухню. А вот те молодые пчеловоды, которые еще, которым еще не залили мозги вот этими байками о том, что избавься от воротозы и проблемы закончены, вы мою кухню слушайте внимательно, что вот именно вот эти матки, это тяжело этим заниматься. Начало будет очень тяжелое. Много страха, много переживаний, залазить туда, постоянно контролировать, начала, не начала сеять. Но я-то вам, во-первых, показываю, как это делать, и рассказываю, как это получается, и что не надо волноваться, сидите спокойно дома. Вот прошло у вас 24 дня, это только советская наука вам сказала, что 24, на самом деле 36 дней. Поздние матки начинают работать кто-то через 27 дней, а кто-то через 36 дней. Поэтому поздние матки, там реально совершенно другая природа этих маток, совершенно другая природа, и совершенно другие по своей силе, по своей структуре эти матки совершенно другие. Поэтому я не знаю, смог ли я тебе объяснить, Валер, смог ли я тебе объяснить, вот, ты по своей структуре заточен на то, чтобы получить весенних и заменить осенних. Вот это ваше пчеловодство. А мое пчеловодство, избавься от всех лишних маток, на 70% пасеку освобождай. освобождай. Каждый год у тебя должен идти круговорот. И каждый год у тебя, вот я-то с чего начал? У меня одна матка была, среди десятерых, у меня одна матка, которая показала вот этот шедевр. Я думаю, с какого перепуга она мне показывает шедевр? Все стоят на одном этаже, а она на трех. Я от нее стал брать расплод. из года в год каждый год добавляя что-то свое, добавляя, стремясь к тому, ведь это не получается, нету трутней, нету, не сделаешь ничего. А ведь эта трутня уже у них родословно идет сильный иммунитет. Уже этих, вот сейчас у меня ушли пчелы в зиму, они с воротозом. Если я сейчас сделаю как вы там в банку 100 грамм спирта, засыплю 100 пчелок, вы просто у вас глаза из орбиты выскочат, сколько там будет воротоза. А меня это не напрягает. Я знаю, что моя пчела это моя пчела. И что скандинавы терпят очень сильное поражение, но у них деньги есть. У них погибли 100 семей, а они за это получили страховку, и им не надо думать о том, какой иммунитет имеет пчела. А любители погибла пчела, у них 5-6 семей, погибла пчела, одна осталась. Они говорят, ну значит так надо. Пойдут еще новые опять 2-3 семьи купят, и тоже будет нормально. Вот так относятся к этому. Но если у вас такой кошелек, если вы сможете так жить, то значит у вас будет все хорошо. Значит моя наука вам абсолютно не нужна. Я наверное объяснил, да, что апрелюстские они в течение лет и живут, и вы из них только две оставите. Одну это те, которые покажут хорошие. Я вам показал, что такое фавориты летом. Я вам объяснил, как маточек я спасал, и показал изо всех восьми маток, что только одна стала шикарной. Одна. Всех остальных проданы. Все, что вот эти маточки, которые с подвала я вытащил, 6-8, это все продавалось, рождались новые, продавалось, рождались новые, оставались только матки, которые были конец июля и август. маточки. Опять-таки, по моей методике, эти матовские, июльские, августские, как вот правило, среди них очень маленький процент маток, которые живут 4-5 лет. Очень маленький. Основная масса моих фаворитов, это или ранние матки, или поздние матки, особенно сентябрьские. Вот август-сентябрь, это самые результативные матки. Вот верите, не верите, хотите, смейтесь, хотите, нет. С вашим медом, на котором вы сидите, вы не получите этих маток. Вот сейчас начнется весна, я начну вам, я начну вам по новый курс молодых бойцов, а также и заслуженных пчеловодов. Вот вы попробуйте, вот я вам буду показывать своих пчел, как я их дроблю, как я начинаю делать стартеры, и как вы должны это повторить. И как всегда посыпятся вопросы, откуда у тебя уверенность, что через неделю там будет полный пчел, полный, как в том году, у меня очень ролики, одна, я сейчас не помню эту пчеловодку, она мне очень часто задавала вопрос, откуда у тебя уверенность, что в течение недели улей наполняется, ведь у вас в России то сегодня уже технология пошла, что ранней весной надо поджимать пчел, чтобы не замерзли, а у меня технологии, их раздувать надо с большой силой, потому что они раздуваются, их невозможно поджать, они как на дрожжах раздувают, и вот это будет та самая кухня, когда вы на своем меде, как вы всю зиму кайфовали, всю зиму говорите, вы всю осень кайфовали, вы не занимались ничем, вы с лета оставили мед, вы их приговорили к болезням, и знать не знаете, о чем думает пчела, а пчела о вас совершенно не думает хорошо, поверьте мне, потому что когда вы весной к ней обратитесь, скажете родная моя, там странный пчеловод говорит, что надо две рамки подставить, а вы реально смотрите и понимаете, что эти две рамки будут лишние, что скоро морозы, и вот она, начнется где наука моего сиропа и вашего меда, и вот вы сравните, если у вас примерно будет одно и тоже вместе со мной, значит радуйтесь, у вас хорошие и очень мощные пчелы, значит вам не надо меня слушать, а те пчеловоды, которые молодые пчеловоды, будьте добры, и слушайте внимательно все, что я пытаюсь вам донести, поэтому на этом я закончу, потому что уже 30 31 минута, так что на этом я заканчиваю, я наверное тебе ответил на твой вопрос, и вот этот ролик это подтверждение моим словам, мой ролик, я его буду называть странное объединение лечения, лечения или странное объединение, примерно это будет так, так что пока-пока, всем привет,